В Драмтеатре приведены к присяге народные заседатели Суда Слонимского района и Гродненского областного суда. Они избираются на пять лет и участвуют в судебных процессах только после принятия присяги народным заседателям. Может быть, человек, достигший 25 лет, рассказывает председатель Суда Слонимского района Александр Ярмолик. Статья 60 Конституции Республики Беларусь закреплено, что все имеют право на защиту судебную компетентным, беспристрастным и независимым судом. Вот этот конституционный принцип непосредственности компетентного суда предусматривает участие в рассмотрении уголовных дел, за которых законам предусмотрено наказание в виде лишения свободы более 10 лет, либо преступлением совершенным несовершеннолетним только судом в составе профессионального судьи и народных заседателей. Также все преступления, дела, рассматриваемые уголовным областным судом, они рассматриваются с участием народных заседателей, поскольку они уже связаны с тем, что там предусмотрены особо тяжкие преступления и по ним предусмотрено наказание в виде лишения свободы более 10 лет. Народные заседатели, на самом деле, непростая формальность. Народные заседатели при отправлении правосудия, они наделены правами судьи. И суд, когда удаляется в совещательную комнату в составе с народными заседателями, все решения о виновности, невиновности человека, о виде и размере наказания решаются судьей с участием народных заседателей путем простого голосования большинством. То есть присутствуют три человека, и вопросы о совершении виновности человека мы решаем коллективно. Вопрос о назначении наказания также решается коллективно. Если кто-то из народных заседателей не согласен или имеет иное мнение, чем большинство, он вправе написать свое особое мнение, которое приобщается к материалу дела, и оно находится с делом. Даже если впоследствии приговор не будет обжалован, то по вступлению приговора в законную силу дело направляется в вышестоящий суд для проверки законности обоснованности вынесенного приговора. Народные заседатели отбираются из числа граждан Республики Беларуси, обладающих избирательным правом, не имеющих предусмотренных законов ограничений. Отбор производится местными органами власти, районным исполнительным комитетом, чем также реализуется принцип сдержки противовесов. То есть, получается, исполнительная власть участвует в некотором роде в отправлении правосудия. И утверждаются списки народных заседателей областным советом депутатов. Также всем известен такое выражение, как суд присяжных. То есть, у нас в стране тоже обсуждалось вопрос о его введении этого суда присяжных. Но по экономическим соображениям, то есть, это большая группа лиц надо отвлекать от работы, и также по правовым, поскольку этим судом, даже в странах, где он предусмотрен, прибегают к его услугам крайне редко, мы пришли в вывод, там была целая рабочая комиссия, что введение его в Республике Беларуси нецелесообразно. Но, между тем, закон был сформулирован таким образом, что некоторые принципы этого суда присяжных были приобщены и к народным заседателям. Так, в частности, из списка утвержденного или предлагаемого районным исполнительным комитетом, органы прокуратуры и адвокатуры имеют право исключить по 25% граждан, которые, по их мнению, не подходят для их целей, то есть для нужд обвинения и для нужд защиты. И это свойственно суду присяжных, когда вот именно в процессе исключаются такие органы. Заседатели избираются сроком на 5 лет. Законом предусмотрено, что для каждого судью отбирается районного суда 35 народных заседателей для обеспечения возможности участия в процессе. На областной суд 25 на одного судью. Таким образом, у нас отобрано утверждено 200 народных заседателей суда Слонимского района и 20 народных заседателей суда Родинского областного суда. Ну, если сказать практическую надобность, то в этом году с участием народных заседателей судом Слонимского района было рассмотрено 11 дел. А всего предыдущий состав народных заседателей с 2017 года участвовал в рассмотрении только 35 таких дел. Если тенденция с правонарушениями сохранится, то у народных заседателей работы будет меньше, председатель суда привел статистику. Разочарую, наверное, мнение некоторой общественности, которая приписывает суду карающие функции или органы принуждения. На сегодняшний день судья Слонимского района находится на рассмотрении только 185 уголовных дел. Это в прошлом году, на это же время, когда мы приносили присягу, таких дел было 255. А в сравнении с 2010 годом количество уголовных дел снизилось в более чем 2,5 раза. Это говорит о правосознании жителей нашего района и о том, что преступления начали совершаться гораздо реже. И даже наш Слонимский район стабильно занимает одно из низших мест по уровню преступности на душу населения, на 10 тысяч населения. Гражданские дела, то есть дела, которых защищаются права граждан, решаются споры между гражданами, между собой, между гражданами и государством, между гражданами и нанимателем. Они значительно превосходят эту украющую функцию. Их таких дел стабильно где-то 1200. Я посмотрел, в 2017 году так же было и на этот же момент тоже самое 1200. И дела об административных правонарушениях, это мелких правонарушениях граждан, они составляют лидирующую роль, их порядка 1700. Поздравил народных заседателей и председателя райисполкома Геннадий Хомич. Желаю вам действовать без стереотипов и пусть каждое конкретное социально значимое дело с вашим участием завершится принятием правильного и обдуманного решения с вашей стороны. От всей души благодарю вас за верность, за вашу решительность и содействие. Уверен, что вы управляете возложенные на вас со стороны общества обязательства. Присяга народного заседателя Республики Беларусь. Я, Кисляк Валерий Леонидович, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь. Быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг и моя совесть. Клянемся! 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 Клянемся!